доброе утро дорогие мои друзья вновь мы начинаем путешествие по миру и сегодня мы снимаем второй день в городе будапешт венгрия где происходит очень много интересного таки амгет сегодня мы попробуем отправиться в метро вот мы кстати метро посмотреть карту метро как здесь вообще двигается подземный транспорт и поедем в другую часть города там где памятник свободы советскому советской армии так ну начнем я думаю изучать местные подземные переходы и что у нас там под землей творится может быть даже здесь будет метро похоже на нью-йорк сейчас зацени запах ухты все я в метро тикет валидейшн близко не мобайл тикет призывали дайте эти как так я просто пустился сразу метро оказался тут не сильно большая метро на самом деле нам нужно зеленая ветка так она тут вообще маленькая значит келете а я знаю келете это вообще станция на поезд куда мы завтра поедем и мы окажемся уже в следующей стране в вене посмотрим что там за train station так на текущий момент нужно понять как нам двигаться дальше значит нам нужна синяя ветка и станция дикферек здесь есть еще одна ветка я так понимаю я понимаю что я вообще ничего не понимаю в этом метро а вот все показано желтое так здесь едет только на две станции и вот как раз вот нужно нам на переход вот это вот станция так дальше проезды так 30 минут стоит 500 местных так time based mobile tickets ага можно скачать приложение так приложение называется будапешт go сейчас попробуем его скачать набежали китайцы устраивать без поездки перги 20 мая 8.2 permутация 5.4 ели все 6.25 мая 8.95 мая 6.00 мая 5.95 мая 7.95 мая 12.95 мая ладжи 18.96 мая так мы приехали и я опять ничего не понятно так пойдем вниз так нам туда пока все понятно так сверяем карту сверяем карту синий надо на синюю синие завтраки о а тут уже повеселее станции я не знаю даже купил я билет или нет вообще непонятно что трамп турбины какие-то стоят симпатично странно это ветряные мельницы что-ли они тут такие вырабатывают электричество на город тут подбивают конечно внизу как в обычном метро но нафига эти штуки непонятно они они и и и и билеты проверяют кстати так делак ференг мы едем до калвин 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 он сюда нам калвин тир да сейчас посмотрим стоит доллар проезд purchase successful все валидеет валидеет Да, вот. Скай, дисплей, форт. Сингл тикет. Так, приехали на станцию. Сейчас переходим на зеленую ветку с синей. По-моему, только вот желтая зеленая и синяя ветка есть. Еще, по-моему, красная. Так. Дорогие друзья. Так, зеленую все. Вот сюда нам надо идти. Так, сейчас посмотрим, где у них еще палят билеты. Ну, утро достаточно простое. И, естественно, оно лучше даже, чем в Париже. В Париже вообще просто вырыли ямы и пустили людей. Вот такое там метро. Не знаю, почему так. Был я там лет 10 назад. Вот, и посмотрим, что всего... Скоро посмотрим, что там на текущий момент происходит с метро. Надеюсь, они его построили. Здесь вообще приличное метро, красивое. Переходить очень легко. Не надо, как в Шанхае, бежать там по 20 минут между станцией. Удобно и компактно. Ух ты. А тут станция прям индастриал. Крутяк вообще. Будто я попал в какой-то там мир матрицы будущего. Слушайте, я уже начинаю ориентироваться. Я даже понимаю, на какую станцию надо ехать. Нам нужно вот на эту, Зентгелерт. Зентгелерт – это вот единственная станция, которая начинается на той стороне и самая близкая к парку и памятнику. Там откроется прекрасный вид на Будапешт. И, в принципе, это то, что мы хотим посмотреть. Да, в принципе, очень удобно перемещаться. Все, дорогие друзья, приехали на станцию. Попробуем посмотреть, что там на верху. Посмотрим, будет ли там инспекторал стоять проиграть билеты. Но я вроде купил, но я не знаю, что там делать дальше. Кстати, выход здесь похож на Голливуд бульваре. Такой же выход похож. Татухи прикольные у человека. Тупак. Ничего, никто у меня ничего не проверил. Ну, вон, сегодня повезло. Посмотрим, могу ли я воспользоваться билетом завтра. Он вроде как бы не validated, что называется. Но посмотрим. Ух ты! Вау, какой старый отель, капец! Вот, мы вчера с той стороны шли от моста. Очень красивый. Смотрите, просто картинка. Посмотрим, может отсюда получится. Как-то интересно сфотографировать. Проложим маршрут. Как мы туда наверх попасть. Обожаю Google Maps. Сейчас быстрым и очень оперативно прокладываются любые маршруты. Так. Ну, допустим, я хочу сюда пойти. Показывает 18 минут идти. Так. Сюда. Сейчас идем там по окраине. И, походу, там какая-то лестница была. Сходим, посмотрим. Смотрите, как красиво, да? Старинный отель. Старинный отель Будапешт. Помните, фильм был? Это про розовый отель Будапешт. Чего, как он там назывался, я уже не помню. Давным-давно. Класс. Сейчас попробуем найти тоже интересный какой-то ракурс. Еще раз сфотографировать. Там? Не будем решать. Как назывался тот фильм? Гранд-отель Будапешт или как? Я уже не помню. Напишите в комментариях. А мы пока двигаемся наверх. По лестнице. По лестнице. Я думаю, по пути будет очень много памятников различных. Надеюсь, я смогу что-нибудь там перекусить. Что-то я только кофе выпил утром. И больше ничего не ел. Немножко растрясем вчерашнюю шаурму с супом. Ну что, начинаем подъем. Так, вижу, впереди уже напитки продают. Сейчас посмотрим. Классно такая. Мини-телега на мотоцикле. Трицикл. Булки. Боже, а кто-то пиво еще на ходу пьет. Кукуруза. Сейчас попробуем вот эту сырную булочку. О, уазик. Привет. Сто лет я не видел. Вот это прикол. Так вот выглядит мой завтрак сегодня. Булка да кукуруза. Друзья, не поверите, но даже такой завтрак залетает хорошо. Вкусная булка. Мужик нормально зарабатывает. С кукуруза. Вышло мне 9 евро. Представляете, какие он бабки поднимает. И причем много кто, даже дядька идет вон с кукурузой. Тоже купил. Вот вам бизнес-идея. А? Быстрое селфи на таком виде на город. Красивый, да, Будапешт. Ничего сказать. Какой-то свежий памятник в 2000 году поставили. Так, а куда мы вообще пришли? Что-то тут закончился путь. Сувенирная лавка. Тикет прайсинг лучше от Георгайд. Так, я не понял. Это что, типа мне в парах за деньги можно идти только? Это, по-моему, тем, кто хочет на лифте подняться, два этажа, вот, платить. Ну, как бы, небольшая сумма, это, по-моему, там, 600 фуринтов. Вот, это, типа, там, доллар 90. Но мы же не лифт хотим снимать, а мы хотим снимать природу. Так, а что нам на это скажет Google? А Google говорит, что здесь можно подняться. Сейчас будет дорога направо, которая приведет нас к парку. Сейчас посмотрим. Да, вон, люди поднимаются. И мы тоже поднимемся. Че мы? Немощные. Там показывается еще одна дорога, но ее нету. Физически ее не существует. Ну, ладно, мы сейчас уже в самом парке пройдем к статуе Свободы. Приятная здесь лесопарковая зона. Детская площадка есть. Показывает, можно дальше идти. Хайкинг. Получается, сюда? Получается, сюда? Помните, как в Таиланде? Подъем на Будду. Здесь это, конечно, в два раза короче, но тоже солидный маршрут. Ух ты! Раз-два детская площадка. Классно. Классно. Поднимаемся дальше. Классно. Просто по пути сделали целую детскую площадку. Так. 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 Вот лестница. По ней, походу, надо дальше подниматься. Классно. Классно. Тут прям лабиринты. Так. Лабочки. Сюда. Налево. Налево. Поворот. Сейчас там будет подъем. Он же будет, правда? Так. Тут карта вообще не актуальна. Или актуальна? Да, есть подъем. Не, реально, если без карты. Очень хорошая тренировка по спортивному ориентированию. Да? Сюда. Сюда. Просто целишься, куда тебе нужно добраться, и пошел так. По лестницам, по тропам. Просто приблизительно выбираешь. Мне кажется, специально сделали такой интеракцион. Вот типа куда идти? Налево, направо? Ух ты. Давайте сюда пойдем, там ста только это есть. Смотрите. Девушка с ребенком. Классно. Двигаемся дальше. Еще одна развилка. Так, ну я думаю, где поцивильнее здесь. Скорее всего разбойники. А сюда? Сюда люди идут. Интересно, можно там сверху на парашюте спуститься? Что-то мне обратно неохота идти потом. А то выйду где-нибудь под Чикаловском. А вон как раз туристы спускаются. Ну а мы легкие пути не ищем, поэтому ходили с зигзагами. Скорее всего они идут от памятника, а мы туда наоборот. Погода замечательная. Нет жары. Хорошо, что облачно. сегодня. Сегодня тоже передавали дождь, но пока его нету. вон еще один миллионер стоит. Вон еще один миллионер стоит. Пойдем за людьми. Я думаю, мы уже почти пришли. О, ничего себе, поднялись уже на сколько. Так, люди туда идут, пойдем сюда. Субтитры сделал DimaTorzok Фух, еще один подъем. Но мы уже рядом, мы уже достаточно высоко. Конечно, вот эта вот жилая зона в этой части города, она уже не такая историческая. Там, в принципе, обычные жилые дома. То есть, как не в обычных городах. О, мы пришли, смотрите. Вон она стоит. Момент истины остался. Там, кстати, такая достаточно большая зона. Шикарно. Кайф. 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 Все, остались мгновения буквально. Чего? Ё-моё, что, закрыто все? Прикиньте, закрыто. На реконструкцию, что ли? Надеюсь, не на снос. Чего-то там делает. это траншеи какие-то копают возле памятника смотрите вон классный памятник советский воин бьет дракона змея горыныча всех этих рептилоидов чертовых которые в правительстве сидят в штатах классно хочу же не тут копают памятник советским воинам-освободителей начали копать траншеи нормально прикол конечно так он там в парке люди загорают вид классный на весь вообще будапешт здесь хорошо видно районы там вообще жилые дома там прям где-то наверное сколько получается километров 5 не даже меньше может быть даже километра 3 панельные дома стоят как у нас так ладно двигаем дальше сейчас быстренько пробежимся по основным достопримечательностям кстати ребята вот вам еще для справки информация я купил на завтра билет вену на скоростной поезд за 50 евро по моему ехать два с половиной часа а из вены в прагу всего лишь 16 евро ехать четыре часа вот такая вот логика которой нету вообще но кстати как дешево путешествовать по европе просто шикарно а билет на самолет из вены в прагу по моему 235 евро стоит так что путешествуйте земным транспортом и можно так реально проехать всю европу все равно работа сама работает в америке и просто приносит пассивный доход а ты где-то шляешься тут в европе и в принципе столько же тратить сколько бы ты там находился но при этом работал бы сам такая вот железная логика так а мы идем сейчас еще на один просторный вид просто там мы свернули налево сейчас пойдем на правую сторону от этой дороги так вот мы дошли до другого подъема посмотрим что здесь я думаю выше не будем подниматься на дорога идет памятнику мы знаем чем он там заканчивается класс а тут тоже есть или башню вон вдалеке вижу но в целом очень красивый конечно городе до кешь сейчас расставим приоритеты по нашему следующему движению так целом еще вот это вот еще старая часть можно там прогуляться посмотреть может быть даже и смысл по набережной пройтись перейти на ту сторону там вижу парки в принципе еще какая-то архитектура есть там дальше стадион там нечего смотреть и вот эта вот часть тоже красивая здесь вот еще старинная часть будапешта вон еще один стадион класс вид потрясающий ну ка сделаем одну фотку так как то так может быть еще ну что друзья двигаемся дальше по старинной части будапешта пока у нас есть время и перемещаемся сразу вниз вот этот парке есть зона отдыха такая же как в парке горького люди просто на траве тусят отдыхает свой субботний день а мы спускаемся дальше вниз в город а